так ну говорите кто вы такой откуда поближе к микрофону не слышно ничего юрий екатеринбург екатеринбург так мы с вами не встречались нет нет так у нас все записывается в интернет выставляется вы не против а нет нет я слушаю вас с какой целью вы пришли хотел вас простить советы по воспитанию детей вере интересно вы сейчас звоните а у меня разговор еще не окончился предыдущий с белоруссии и они намерены переезжать и трое трое или четверо ребятишек тоже об этом говорили лучшего места для воспитания детей чем у нас нету нигде это мы знаем все верующие за детьми наблюдают все учителя верующие все православное то есть в чем-то другом и не достигли что надо еще а вот насчет воспитания детей тут уже сравняться даже не с чем вы сами слушайте все верующие дети никаких матов домой не принесут вот он говорит хоть в школу и приходят оттуда с матами а он верующие у нас этого нету все учителя верующие наши дети учатся но детей-то мало сейчас совсем мало а на конкурсах где наши дети то они заканчивают почти все с отличием учителя-то серьезное не просто так что учителя именно учит начинается с молитвы мы православная вы православный ну вот вопросов нет тогда вы православная московского патриархата но все к нам от митрополит приезжает а то начинают там щипы боятся глупости всякие раз русский тут легко я вам один только совет даю обдумайте хорошенько если с детьми то сила если родственники есть строить дом и начинать жить самостоятельно на чистом воздухе у нас коров держит овец свиней кто что бывает там куриц пчел ну у вас уже как бы жесткие условия приема правильно табло и не поближе сюда я не все подиваю у вас есть жесткие условия приема но да как ну хорошо давайте первое условие 5 пальцы поднимайте чтоб человек доказал что он не лжет это хорошее качество не пьет спиртное вам нужно это не курит не материться не ворует какие жесткие то это первоначально дальше а дальше уже увидите уже бородка жена что было платки что тут особенного то это христианский образ жизни соблюдает посты мы ходим в церковь воскресенье все до одного церкви я в барнауле летом я там буду я в барнауле там зимой много семей живет зимой или ну кто только живет человек то но они живут там который скотина есть а этот белоруси сейчас говорил а в городе но в городе еще работу работы зиму тут готово здесь от барнаула потеряешь как далеко находится 150 километров около трех часов поездом поезд останавливается на 4 километра деревни а летом у кого машина тут они каждую неделю тут везут сливки молоко там мясо люди живут этим так у нас продукты то не такие как в городе то они цельные благословенные все по молитве а какие-то именно советы если на жить все таки в обычном городе в обычной среде я не знаю городе если тут уже гарантии никакой нет ребенок погружается в это вот я знаю людей которые в москве детей не отдают это самое лучшее нанимают учителей они учатся экзамены сдают потянете или нет дома они их не выпускают а у нас они идут как все обыкновенно но школа где учителя верующие благословенные на 1 сентября бога молебен служится нам приезжают я говорю вот и мы брат у меня священник протеерей а приезжает архиерей со священниками там семинаристы местная митрополия все серьги хороший митрополит до этого не нас не все ладилось а этот прямо ну как раз брат родной отец не понятно так следующий вопрос я заказал 20 книг евангелия как мне просто ходить раздавать да да просто раздавать ничего даже особо не говорить нет говорить просто раздавать мы раздавали в каждом доме приглашали допустим деревню мы избрали какой-то и нас приехала человек 20 на четырех машинах и мы ну со всех сторон обжимаем это село к центру и говорим в три часа там в доме культуры называется в клубе или на стадионе собираемся это в селе и к этому времени уже мы в каждый дом заходим евангелие даем от дома к дому две минуты не больше чтобы было нам нужно обойти губу ну большой бывает 50 тысяч человек в селе он имеет виду в городе как раздавать а в городе в городе тут потруднее смотря какой город а вы наши ролики видели на благовестии мы ходим вот примерно так и надо ходить беседа человеком сколько но минут пять-десять можно сказать а потом пригласить его на наши занятия по skype у нас здесь хорошие священники барнауле там они могут в любом храме и узнать какие занятия идут это уже каждого дела мы предлагаем то что у нас есть раньше его занятия в университетах а сейчас везде отказаны поэтому мы ведем занятия в интернете и мы даем визитки свои с нашими ресурсами видеоканал сайт у нас там и twitter и все если вконтакте сейчас легко это распространять могут только в окрестностях раздали три больше тридцати тысяч евангелий тысяч так ладно еще не вопрос вот пророчества ветхий ветхого завета например вот в таразаконии 28 их можно применять к христианам современным да вот где благословение и проклятие или это именно только к евреям относится того времени вы говорите о том что 12 главы бытие переносится кто будет проклинать всеми авраама проклят будет это нет 28 глава где благословение ну то есть там господь берите если вы будете исполнять слова западе остается в силе в полной еще более более строгой уже по новозаветним канонам то есть например сейчас вымирание христиан то можно как бы следствие как раз вот этого пророчества пророчества я не берусь за это пророческая у нас книга я выставляю в интернете вы на наших ресурсах то бываете люди ютубе так там у меня 9600 роликов и вот последние если вы будете перебирать вы там увидите толкование ветхого завета феодорит блаженный вот это самое лучшее толкование а которое отдельно там быть и это ян зата уст толкует четвертый шестой том и сая пятый том у яна златоуста это салтырь это выше этого никогда толкования не было и не будет поэтому надо с книгами ознакомиться они у меня вот я сейчас выставляю на ютубе начитана моим голосом все 12 томов это сокровище ты можешь оставить там жены включил она на кухне водится сама слушает ты они тоже заботься чтобы она не отставала от тебя он имеет ввиду книгу второзаконие 28 глава но я и говорю про это я только вам более обширно говорю ну прочитай сейчас я почитаю да считайте если у вас есть там а у вас нету так минутку счастье открою второзаконие двадцать восьмая глава и какой стих ну да хоть что-то это все остается в силе жительство твои кладовая твой мы это за наблюдаем у нас так и есть у нас переполнено все вот старостановый фермер но у него немного 300 гектар примерно ну 300 гектар это не не огород не двадцать соток и у него там склад переполненный все у него есть и горох и гречка и пшеница и поэтому в случае чего так тут можно самим на месте все это питание есть так что просто если например конте родственника не принимает ему как бы ну один раз достаточно сказать или несколько раз нужно смотря какой роя сегодня или или постоянно как бы понимаете тут нюансов очень много постоянно может быть он не принимает его раздражать будешь только отталкивать другой вариант когда он желает слушать и вот у меня третьем так четвертом томе открытым оком а то у меня 30 томов их вышло там как с какой группы людей беседовать его определить это первая группа так горит бога нет ну 13 глава заказал безумия сердцу им нет бога как беседовать欄 беседовать ключ какой ключ это место писание библии и как с ним беседовать другой говорит ну бог то есть а кто знает что он для нас бог взял библия он не верить что книга откровения божия откровение поэтому как с ним беседовать а другой говорит да еще успею главное часа сможешь решить drag под старость покаяться такие как с ними беседовать а другой у тебя пробовал у меня ничего не получается как с ним там кажется 24 категории людей это большой психологический анализ и каждому дается какое местописание больше ничего не дается и ты на нем теперь развиваю исследуй хорошо вас как звать юрий а что предотвращает юрий знаете переводе земледелец земледелец то что же георгий юри то не было это переводе уже дали георгий вот так хорошо у нас ролик будет стоять с вами беседовали может быть дней через семь или десять я отправляю их я сам не ставлю а я как администратор старше я замки снимаю каждый день 10-15 роликов вот сейчас у нас закончилась она кронштадтская начитал когда-то выставил и прямо сирина выставил игнатия бричанин а уже выставил представить какой огромный огромный труд начитана аудио в аудио и еще что-то было толкование откровения по всем святым отцам уже заканчивается ну и так а дальше ежедневно сейчас идет архипелаг гулаг я когда-то насчитывал там осталось еще на 20 дней полностью златоуз жития святых добротолюбие по одному ролику уже помогли мне на их разбить и я сейчас выставляю так что если к нам будете заходить на youtube то вы легко для себя найдете то что вам надо все пока она с богом слава те христе боже